Приветствую всех любителей такой прекрасной валюты, как биткоин. Вы на канале MyProfit и сегодня я хочу показать вам еще одну задачу на сайте HiveWork. На мой взгляд, это вообще потрясающая задача. Видите, вчера вот мой заработок составил 6 долларов, я чуть-чуть посидела. Позавчера я смогла заработать за 4 часа 7.21 в долларах. Ну, то есть это достаточно неплохо. Задачка называется Making the Cut. Вчера она стоила 6 долларов и я засекла специально работала ровно 1 час. За час работы у меня получилось 1.75. Но много это мало решать вам. Давайте смотреть задачу. Эту задачу желательно смотреться звуком, чтобы понимать, какой герой в данный момент говорит. Здесь надо определить тип обрезки видео. Обязательно очень внимательно ознакомьтесь полностью с инструкцией. Вот она и она вам будет представлена, когда вы будете начинать тестирование по этой задаче. Очень важно детально разобраться, чтобы вы все тщательно поняли до мельчайших моментов, чтобы вас не блокировали на ранних этапах. Я даже эту задачку завела конспект, все разобралась, тщательно очень записала, что какая обрезка означает. Поэтому меня уже очень далеко пропустили в ней работать. Первая обрезка это какой-то герой обрезается в момент действия. Вот идет какое-то действие он совершает. Происходит обрезка, новый кадр и он продолжает совершать это действие. Эта обрезка очень редко встречается, то есть показывает течение времени. Ну вот, например, смотрите. То есть перспектива камеры не меняется, могут меняться действующие лица. Перспектива камеры с того же угла остается, как и была. Показывает в обычной фильме, что прошло какое-то время. Или вот просто человек обрезает себе волосы, то есть проходит какое-то время. Перспектива камеры не меняется. Смотрим. Говорит один герой. И начинают говорить герои, которые рядом. То есть это ничего. Там было ничего из вышеперечисленного. Сейчас я вам подробнее, пока таймер идет, расскажу дальше. То есть очень важно везде, чтобы в каждом клипе была одна обрезка. Если больше одной обрезки, это последний вариант ничего. Вот этот вариант Кат-Эвэй, это когда герой смотрит на какой-то объект. Ну, по ходу будет встречаться, я вам покажу. Кросскат, это когда полностью меняется локация и, скажем так, переходит в другое действие. Смотрите, это Катин Коннекшн. Почему? Вот бабушка спускается с лестницы. Раз обрезка произошла. Видите, она продолжает спускаться. То есть она в процессе действия. Первый вариант. Поехали дальше. Вот это чистый кросс-кат. Было одно какое-то действие, полностью поменялась локация, совершенно другое место, другие герои, кросс-кат. Это вариант ничего, потому что вот показывает один герой, тут же второй, который стоит рядом с ним. Вот этот первый вариант Катин Коннекшн, это когда объект, либо субъект в процессе действия. Когда переходит кадр от одного героя к другому, тогда это вот последнее ничего. Смотрим дальше. Смотрите, при обрезке, вот показывают вот эту девочку, при обрезке она опять стоит. Есть такое замечание вот в этом первом варианте Катин Коннекшн. Когда герой стоит или сидит, никакого действия не производит, и его повторно показывают после обрезки, то это ничего. Потому что субъект, либо объект должен производить какие-то действия. Значит ничего, поехали далее. Ну это самый простой вариант ничего. Вот показывают в одной комнате одни люди, переход на других людей. То есть идет переход от одного актера на другого, это ничего. Локация одна и та же. Аналогичная ситуация, она самая распространенная. То есть одна локация, одна комната, одни люди, переход на других людей, ничего. То же самое был один мультяшный герой. Переход потом камеры на другого в этой же комнате, ничего. Видите, это тот же самый вариант. Вот одна локация, то есть люди находятся в каком-то одном помещении. Говорит один, камера переходит на другого, ничего. Ну то есть это просто. Вот это конкретно Cutting Connection. Смотрите внимательно. Вот бежит герой. Раз происходит обрезка и он продолжает бежать. То есть он в процессе действия. Обрезка произошла в процессе его действия. Первый вариант. Это абсолютно распространенный такой же самый вариант. Одна комната показывает одного говорящего, переходит камера на другого. Ничего. То же самое. Одна локация какая-то. Показывают лицо одного героя, затем второго. Ничего. Это самый распространенный вариант. Это все то же самое. Видите, одна локация, один герой, переход на другого. Ничего. Вот этот Jump Cut крайне редко встречается. Там буквально один раз на сто. Это вот опять то же самое. Показывали мальчика и перешли на женщину в этой же самой локации. То есть ничего. Видите, все очень просто. В основном это вот последний вариант. Один герой, переход на другого. В первой сцене мужчина полез. Далее камера совершенно другую локацию переходит. Где того мужчины уже первого нет, а есть другой с пистолетом. То есть все полностью поменялось. Это CrossCut. Вот, например, CrossCut. Одна комната. Видите, ходит мальчик. И тут идет переход на другую комнату, где человек играет на пианино. Вот это CrossCut. То есть должна быть обязательно другая локация и другие герои. Вот поменялся кадр и мужчина продолжает залазить на лошадь. То есть это Cutting Connection. Он продолжает это действие. Не забывайте, что должна быть только одна обрезка в видеоклипе. Если более чем одна обрезка, это вот последний вариант. Здесь обрезается на том же самом мальчике. JumpCut не подходит, потому что перспектива меняется. Мальчика увеличили. Поэтому ответ нет. Вот это стандартный вариант. От одного говорящего переходит очередь к другому говорящему. То есть ответ нет. Я вам хочу показать еще CutAway. Тоже встречается довольно редко. То есть это когда внимание субъекта переходит на какой-то объект. Или наоборот. Сначала показывается объект лист бумаги. И далее показывается субъект, который на этот объект смотрит. Вот прерывается кадр и показывается субъект, который смотрит на этот лист бумаги. Тот же самый CutAway будет, когда, например, какой-то человек смотрит на экран телевизора или экран компьютера и будет крупным планом показываться этот экран. Или, например, вот субъект и он смотрит на объект. То есть это CutAway. CutAway тоже встречается довольно редко. Самый распространенный вариант последний ничего. Потом вот идет обрезка в действии. Ну и иногда встречается CrossCut. Ну вот, последний вариант. Одна комната. Показывается лицо одного субъекта. Далее переходит на лицо другого субъекта. Смотрите, эта женщина лупит руками и кадр прерывается. Она продолжает так же самое бить. То есть это в процессе действия. Вот это чистый вариант Cutting Connection. Герой падает. После обрезки он продолжает падать. Ну, собственно говоря, все очень просто. Классное задание. Нормальная оплата. Вчера было 6 долларов за тысячу. Сегодня чуть-чуть понизили. Но тоже неплохо. Поэтому всем рекомендую это задание и работу на прекрасном сайте HiveWork. Всем удачи и приятных заработков.